Всем привет дорогие друзья! Вы снова на канале правильный выбор, а это значит, что у меня для вас готова новая подборка и посвящена она в этот раз лучшим бюджетным и недорогим роботом-пылесосом. А если в процессе просмотра вас заинтересует какая-то модель, то в описании к ролику есть все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. Поехали! Китфорд KT531 – первый недорогой робот-пылесос в нашем рейтинге. Крайне простой и неприхотливый в обслуживании. Предназначен только для сухой уборки, поэтому и конструкция максимально проста. Тонкий корпус имеет высоту всего 77 мм, что позволяет ему легко закатываться под диваны и кровати. Основному всасывающему раструбу помогает пара боковых щеток, которые заметают мусор в нужном направлении к раструбу. Под верхней крышкой пылесоса находится пылесборник на 200 мл, который оснащен высокоэффективным HEPA-фильтром. Вынимается он из корпуса буквально одним движением. Аккумулятор в недрах устройства установлен на 1500 мАч. Этого хватает примерно на 60 минут непрерывной работы. Модель не может похвастать инновационным функционалом и широкими возможностями, но поэтому и стоимость пылесоса невелика. А для того, чтобы всегда оставаться в тренде новинок и лучших предложений самых разных товаров, рекомендую подписаться на наш канал «Правильный выбор». А если вы уже подписаны, проверьте колокольчик, чтобы точно не пропустить новые ролики. Камфи CFR07 – еще один крайне бюджетный вариант робота-пылесоса. Как и предыдущая, модель не блещет сверхинновационными технологиями и особыми способностями. Предназначен только для сухой уборки и только на твердых покрытиях. Линолеум, паркет, ламинат. За ориентирование в пространстве отвечают инфракрасные датчики. Поэтому как таковой карты робот не строит, а движется в разных направлениях до упора. Есть четыре режима, в которых может работать пылесос. Это автоматический проезд по всем углам по периметру, зигзаг, точечный. Для управления потоками убираемого мусора используется всего одна боковая щетка. Батарея тоже не демонстрирует высокой автономности, ее емкость составляет всего 800 мАч, чего хватает примерно на 30 минут работы. Модель не предназначена для капитальной уборки, скорее подойдет для текущего локального сбора мелкого мусора. А если вам уже стало интересно, где и как купить эту или любую другую модель из ролика, то загляните в описание, там есть все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. Starwind SRV3955 – первый бюджетный робот-пылесос в нашем обзоре с возможностью влажной уборки. Правда, реализована она в полуавтоматическом режиме, то есть нужно руками смочить насадку и закрепить ее на специальном креплении на дне робота. При необходимости снять, сполоснуть ее и установить снова. Для сухой уборки предусмотрены четыре основных режима. Автоматический робот движется зигзагом по произвольной траектории, пока не уберет всю площадь. В локальном режиме можно интенсивно пройтись по сильно загрязненному участку, тогда робот будет ездить по спирали. В режиме хаоса пылесос будет двигаться, куда процессор пошлет. То есть полностью хаотично, приехал в стену, повернул, поехал дальше. Управлять роботом можно и напрямую с пульта, для этого есть специальные кнопки с направлениями, как на игровом контроллере. Поэтому это не только эффективно, но и весело. Аккумулятор установлен с хорошим запасом емкости в 1500 мАч. Этого должно быть достаточно для того, чтобы непрерывно работать примерно 80 минут. За ориентацию в пространстве в модели отвечают и к датчике. В общем, очень простая модель с функцией влажной полуавтоматической уборки. Не забывайте ставить лайки и писать свое мнение в комментариях. Это помогает в развитии канала, что в свою очередь позволяет продолжать радовать вас новыми интересными подборками товаров. Supra VCS4091 – недорогая модель робота-пылесоса с функционалом влажной уборки. Как и в предыдущей модели, влажная уборка реализована полуавтоматическим способом. То есть с тряпкой нужно взаимодействовать ручками, установив ее на липучке на дне устройства. Кстати, конструкция пылесоса не круглая, как у других моделей, а прямоугольная. Это в какой-то степени помогает глубже проникать в углы. По бокам установлена пара щеток, управляющих потоком мусора. Основных режимов три – это автоматический, локальный и уборка по периметру. В первом случае робот ездит зигзагом, пока не покроет всю площадь помещения. Локальная уборка – интенсивная уборка на небольшой площади по спирали. А уборка по периметру робот найдет стены и будет ездить по ним по всему периметру. Любой из режимов можно дополнить влажной тряпкой, провести сухую и тут же влажную уборку. Движение робота можно корректировать с пульта управления, причем в любом режиме. Батарею инженеры установили емкую – 2000 мАч. Разработчики утверждают, что этого хватает на 90 минут беспрерывной работы. Собственно, вмешательство пользователя особо не требуется, так как пылесос сам при низком заряде поедет на дозаправку. Rhythmix VC020 оснащен самой емкой батареей в обзоре – 2500 мАч. Этого хватает почти на два часа непрерывной работы и позволяет убрать площадь до 120 квадратных метров. В остальном же робот повторяет большинство возможностей остальных моделей из ролика, равно как и стоимость. Разве что запас контейнера немного увеличен – 350 мл. Проводит и сухую, и влажную уборку на твердых покрытиях. Для влажной уборки в комплекте имеется специальная микрофибра, которую нужно смочить и установить на нижней части корпуса. Ориентирование на местности робот осуществляет за счет ИК-датчиков. Пылесос недорогой и для своих задач достаточно эффективный. VTEC VT1808 – еще одна долгоиграющая модель. Очень сильно похож на предыдущую модель от Rhythmix. Батарея установлена на 2000 мАч, но разработчики уверены, что этого хватает для непрерывной уборки в течение двух часов. Убирать пылесос может не только на твердых напольных покрытиях, но и на невысоких ковровых не выше 1 см. Набор режимов для уборки классический – автопилот, уборка вдоль стены и точечная уборка. Для проведения еще и влажной уборки достаточно закрепить на нижней части корпуса влажную тряпку. Падать с лестницей, биться о стены роботу не позволяет набор инфракрасных датчиков. Очень простая модель с минимальным набором функционала. Redmontar VR280 – модель, предназначенная для проведения сухой и влажной уборки на твердых покрытиях. Но при этом может работать и на ковровых, но только с невысоким ворсом. Для питания используется небольшая батарея на 800 мАч. Ее хватает на 60 минут работы. Корпус имеет низкий профиль всего 7 см высотой, что позволяет пылесосу заглядывать под диваны и кровати. По бокам на корпусе установлены щетки, выметающие пыль из углов и направляющие ее к всасывающему раструбу. Режимов работы у пылесоса 3 – стандартный набор, автоматический по периметру локальная уборка. Чудес от этой модели, конечно, ждать не стоит. Она предназначена для регулярной уборки, сбора мелкой пыли и мусора, а также легкой влажной уборки. С более серьезными загрязнениями робот вряд ли справится. А у меня пока все. Если вам захотелось еще интересных обзоров, то обязательно подпишитесь на наш канал Правильный Выбор. Свежие выпуски выходят у нас регулярно, а если уже давно смотрите нас, то проверьте, активирован ли колокольчик. Он подскажет о выходе нового ролика. Ссылки на все модели из видео есть в описании. Поэтому, если вам что-то понравилось, советую заглянуть туда. Не забудьте поставить лайк и выразить свое мнение в комментариях. Это помогает не только нам в развитии, но и другим пользователям при выборе. А сейчас до свидания, увидимся в следующем выпуске.